Окей. Ну что, начнем? Вы готовы? Хорошо, я сначала представлюсь. Меня зовут Дмитрий Щербина. Большинство меня знает, потому что я провел какое-то время в компании Rails Reactor. Мы делали классные штуки. Делали полтора года вместе. Сейчас я работаю в компании Talkable Project Manager. И сегодня я хотел вам рассказать очень интересные вещи, которые связаны с soft skills. Мы, кто не знает, что такое soft skills, мы тоже обязательно об этом поговорим. И у нас сейчас изменения глобальные в мире происходят с такой скоростью, что не то, что успевать за ними, мы просто даже осознавать, что вот есть такие технологии, это уже становится какой-то проблемой. Поэтому чем лучше мы будем видеть и понимать тренды, и как к ним адаптироваться, тем проще нам будет жить счастливо. То есть, по сути, не давать философские какие-то вещи, в чем смысл жизни и так далее, это, по большому счету, уже счастливо и иметь осмысленную жизнь, которая приносит какой-то value. Значит, давайте... А кто знает, что такое soft skills и примерно представляет, что это? Какие косты знают? Мягкие навыки. Окей. Мягкие навыки. Да. Это, кстати, очень классно. Мне очень нравится. Своих делаешь и рядом. Да, мне очень нравится определение. С точки зрения программистов, как раз... Да, мы пишем какой-то софт, и он работает на каком-то харде. Вот. Но, как бы, с точки зрения тех терминов, которые вложены конкретно в этой презентации, soft skills – это набор... Это набор ваших персональных качеств, знаний языка, каких-то навыков, навыков коммуникации и других вещей, которые связаны с вашей коммуникацией с другими людьми. Вот. То есть, очень важно. Soft skills – это коммуникация с другими людьми. Hard skills – это вы что-то сами делаете. И для примера... Почему эта штука плохо работает? Торекция? Да вроде нет, он лазер бегает. О, окей. Значит, вот если взять на контрасте, что такое soft skills и hard skills. Hard skills – это ваше умение, например, писать программу. Soft skills – это ваше умение, например, рассказать, почему ваша архитектура самая лучшая в мире, увидеть в этом других людей, чтобы они пошли за вами, поддержали вас. Вот. И мы будем говорить про soft skills сегодня и то, как они влияют и насколько они важны как раз в контексте глобальных трендов, которые происходят. Вот. Потому что научиться, скажем так, научиться программированию – это один шаг, а затем взаимодействовать с людьми в команде – это второй шаг. И сейчас вот мы поговорим о том, как меняется мир. Если эта штука начнет работать. Окей. Ладно, буду нажимать пальчиками. Дэниел Голлман предложил очень классную модель из всего пяти soft skills. Их там очень большое количество. Я видел в списке на 70, на 80 пунктов. Мы возьмем самую простую модель из пяти soft skills. Первый из них – это self-awareness. Это самоосознанность или просто осознанность. Это вот foundation вообще всего. Потому что, когда вы осознаны, вы способны принимать решения и действовать в соответствии с тем, что вы действительно хотите, а не с тем, что диктует вам внешняя среда. И очень классный пример с продавцами у нас в стране и продавцами в Америке. Я его рассказывал, когда я был в Бостоне. Один чернокожий молодой человек. На лице у него было написано, что интеллектом он не блещет. Но это не помешало ему эффективно коммуницировать со мной и решить мои проблемы. И быть при этом вежливым и отзывчивым. То есть я понимал, что что-то сложное, и он там будет звать менеджера. Но мне настолько эта коммуникация понравилась. Он просто слушал меня. И вот был здесь и сейчас. Это было видно. Хотя с точки зрения его возможностей, интеллектуальных или каких-то других, ну, как бы я быстрее бы сам проблемой. Но вот мне это очень понравилось. И на контрасте продавцы в наших супермаркетах. Опять-таки не везде, не всегда, но очень часто мы можем видеть, как конкретно наши люди, они могут включить пассивную агрессию, или быть совершенно отстраненными, думать о чем-то своем, вообще не представлять, что они находятся конкретно на рабочем месте, и у них есть какие-то обязательства или обязанности рабочие. Что они должны уделять внимание клиенту. И сейчас ситуация постепенно меняется к лучшему. И это также связано с трендами, которые происходят. Что усиливается конкуренция, также люди, менеджеры начинают понимать необходимости обучения, про то, что продавцам нужно и вот это рассказывать. Это все меняется. Но конкретно контраст американцев и наших людей, это то, что они не такие умные, как мы. Вот они не могут, например, какие-то в среднем, не знаю, задачи решать, знать какие-то вещи, но они более осознанные. И поэтому они присутствуют здесь и сейчас, и они понимают, что от них требуется. Второй навык – self-regulation. Это способность совладать с собой. Если по-простому. То есть это способность контролировать свои эмоции, контролировать свои мысли, и быть вместе с осознанностью. Это создает вот такой вот фундамент для движения в том направлении, которое вы выбрали. Потому что есть моменты, когда там… Ну я сорвался. То есть сорвался – это значит, что недостаточно self-regulation. Потому что по большому счету, сорваться, кстати, можно по-разному. То есть можно выразить свой гнев осознанно, сказать мне это не нравится, или прекрати, или там, ну, крайние меры, там, ударить человека. Да. То есть, но можно сделать это осознанно, а можно неосознанно. Просто наорать на близкого, там, не разобравшись в проблеме, или еще что-то. То есть это тесно связано как раз с осознанностью. И этот навык говорит о том, что даже в напряженные моменты вы способны контролировать свои эмоции, мысли и ход действий. Третий навык – social skill. Это ваша способность двигать людей в нужном направлении. То есть убеждать, склонять на свою сторону и так далее. Ее, эту способность можно использовать по-разному. Если мы возьмем какого-нибудь Гитлера, или там CEO какой-то крупной компании американской, ну они по-разному используют этот social skill, мы сами по-разному ее используем. По сути, это способность донести другому человеку, что то, что вы предлагаете, хорошо, ему стоит объединиться вместе с вами в решении какой-то конкретной проблемы или там какого-то конкретного действия. Здесь хороший пример – это то, что вы можете человека заставить что-то сделать, например, имея над ним какое-то право по субординации. Допустим, вы его менеджер, вы хотите, чтобы он что-то сделал. Вы сказали, что бегом сделает. Или же другим способом вы донесли ему, что что-то важно, объяснили почему, он этим проникся и сделал что-то самостоятельно. И разница между этими двумя подходами, она просто диаметральна. Третий навык, четвертый навык – это эмпатия. Я думаю, что знакомое вам слово. То есть, когда человек проявляет эмпатию, он ставит себя на место другого человека. Это очень важно в моментах, когда в присутствии этого человека вы что-то говорите публично. Это самый распространенный момент, самый распространенный фейл, который я замечал. И можно сказать что-то о другом человеке публично, обидеть его. Поэтому, если вы даете какую-то характеристику или шутите над человеком конкретно, думайте о том, как бы он отреагировал. Поставьте себя на его место. Последний навык – это мотивация. И мне задавали вопрос, почему мотивация – это навык. Вроде бы встаю с утра, но есть мотивация идти на работу. Или нет мотивации идти на работу. И я над этим подумал и придумал такую интересную парадигму, что если мы рассмотрим мотивацию как процесс, например, приватизация или триангуляция, то есть какой-то процесс, то нам необходимо будет понять, что это за процесс. И вот разделив мотивацию и мотив, мы можем представить мотивацию как вашу способность трансформировать силу мотива в действие. И здесь, чтобы в какие-то определения не впадать сложные, простой пример. Вы встаете утром и думаете, идти на работу или не идти, у вас достаточно сильный мотив, потому что если вы не придете на работу, скорее всего, будут какие-то последствия. поэтому для вас вот эта мотивация, она, этот навык, он не должен быть очень сильным, потому что сила мотива уже достаточно. Или если, например, вы учитесь в университете, вам нужно сдать какой-то экзамен. То есть не пойти на экзамен, будут последствия. Сила мотива просто колоссальная, поэтому усилий прилагать каких-то экстра для того, чтобы просто пойти, не нужно. Но если мы говорим о личностном развитии каком-то, чтении книг, или там здоровых привычках, беге, отказе от какой-то пищи неправильной, вот здесь, вот здесь вот у вас появляется эта самая мотивация. Мотив такой себе, потому что, ну там, съел какую-то гадость, или там, ну не пошел на пробежку, или не пошел в зал, а, там, завтра, или еще что-то. Мотив достаточно слабый, и чем сильнее вы будете прокачивать навык, вот этой мотивации, тем проще вам будет слабые мотивы трансформировать в действие. Если вы хорошо понимаете, зачем вам это нужно в будущем. Кстати, недавно связанная штука с мотивацией, это сила воли, да, и я недавно наткнулся на статью, которая говорит, что силы воли не существуют. И вот сейчас происходит столько много изменений, я пытаюсь вот в эту волну попасть, и на самом деле я верю в то, что нет силы воли. То есть я для себя понял, что я не буду больше таким понятием оперировать, и никогда к нему больше не буду оперировать. Вместо этого можно представить, что у вас всегда есть выбор. Вот, например, съесть шоколадку или не съесть, ну самое простое. Вы включаете там силу воли, ну и не буду есть, это же там неправильно, там еще что-то, на ночь нельзя там сладко. На самом деле силы воли нет, вы просто размышляете над своим выбором, у вас есть выбор, есть или не есть. И то, какие вы доводы используете и так далее, вот это влияет на ваше решение, и все. То есть насколько вы понимаете недолгосрочно того, что вы делаете сейчас, вот, ваше мировоззрение, множество факторов на это влияет. Сила воли это такой, какой-то миф, когда вы можете снять ответственность с себя и переложить ее на силу воли. Ну типа, у меня не прокачана сила воли, я не смог. Вот. И там будет линк в конце презентации, можете почитать статью, она есть, у меня линк на английском, есть на Geek Times на русском. И мы так быстро пробежались по софт-скиллам, в общем-то, это такая вот компактная, компактный обзор того, какие они бывают, и вообще дает вам представление, что вот в коммуникации вы скорее всего используете пять этих скиллов, в какой-то степени. Ну а сейчас поговорим про будущие тренды, то, что вот, его уже можно пощупать, оно уже сейчас происходит, и почему важно прокачиваться в скиллы в контексте этих трендов. Первый тренд это роботизация. То есть вы знаете, что сейчас очень много всего автоматизируется, а конкретно часть этого это роботизация. Все вы, наверное, видели ролики, где собирают автомобили, то есть как этот процесс происходит, когда берется лист металла, он там штампуется, потом роботы держат его, другие роботы его сваривают, третьи роботы потом протягивают его через покрасочный цех, и человек там где-то в конце с тряпочкой ходит и протирает краску, высматривая какие-то дефекты. То есть как раз автомобильная отрасль, это вот пример, где роботизация, ну на вскидку там 80-90%. Сейчас, на 2016 год, 10% всех видов работ автоматизированы с помощью робототехники. к 25-му году, 25-й год, через 8 лет, его уже можно вот так вот пощупать. Количество задач по производству будет роботизировано на 45%. То есть вы представляете, какое количество людей потеряет работу или просто вымрут целые отрасли какие-то. И это скажется на конкуренции за рабочие места, на эффективность. То есть, если сейчас такой вот может быть отдаленный пример, что компании, которые сейчас борются там за эффективность какими-то методами, которые не касаются людей, они могут увидеть, что конкуренция возросла настолько, что им нужно придумать что-то другое. И ставка здесь будет на то, как люди общаются, как люди могут совместно решить какие-то задачи. Когда особенно хорошо видно, когда приходят авралы, люди быстро договариваются. Вот почему-то это такой индикатор того, точнее, такая среда, которая способствует проявлению софт-скиллов, люди быстро находят общий язык, решают какие-то проблемы и все хорошо. Обычная размеренная жизнь, что что? Катализатор. В каком-то роде. То есть, в обычной размеренной жизни все происходит на других скоростях. И вот здесь с возросшей конкуренцией соответственно возрастет потребность в увеличении эффективности. И даже формируя коллектив, необходимо будет делать учет того, насколько люди совместимы между собой. Чем более гибким вы являетесь, чем с большим количеством людей с разной спецификой вы можете общаться, тем более вы конкурентно способны как специалист. Еще одна цифра. Количество девайсов, подключенных к интернету, удвоится к 2020 году. 2020 год это уже даже не 2025. Это вот он будет послезавтра. Если считать годами. 50 миллиардов здесь мы говорим о том, что нужно, чтобы 50 миллиардов кто-то обслуживал. Писал софт для них, писал какие-то эмбедд-программы, делал хардвер. Соответственно, скорее всего, это будут какие-то айтишники. И айтишники сейчас возглавляют революцию в мире и, соответственно, они ведут свою айти-революцию. В айти сейчас уже приходит довольно много людей с разных областей. С бухгалтерией, с страхованием и так далее. Поэтому, опять-таки, здесь тоже конкуренция усилится. И нужно понимать, что некоторые люди придут для того, чтобы заработать денег. Они там не гики по своей сути, но они неплохо справляются со своими задачами. Поэтому уметь находить общий язык с такими людьми, это тоже будет челлендж. Вот здесь классный пример. Сам слайд говорит нам Key Performance Indicators. По сути, это я хочу рассказать про то, как компании меряют производительность людей, особенно большие компании. Потому что в маленьких компаниях проще создать условия, где человек работает максимально эффективно, но когда у вас в подчинении 50 тысяч человек, ну как бы сказать, что каждый делает довольно проблематично, даже если это какой-то Excel. Поэтому нужно придумывать иерархию управления, иерархию отчетности и все такое. Здесь интересный факт, как компании на примере Microsoft меняют свой подход к оценке людей. То есть особенно айтишников. вы наверняка слышали такие смешные вещи, как там оценка людей по тому, сколько они кода написали по количеству строк. Но это, я думаю, что это не выдуманный кейс, и кто-то так делал. И кто-то зарабатывал очень много денег тем, что умел копипастить со Stack Overflow, или даже если не копипастить, то написать больше строк кода это задача не самая сложная. В Microsoft была практика до ухода Балмера. Балмер, кстати, когда ушел, ее отменил, ну, как бы он жест сделал, чтобы его запомнили. Наверное, только поэтому его и запомнили, потому что новый CEO на голову лучше понимает, что происходит в отрасли. В конце 2013 года, в начале 2014 Балмер ушел, и в Microsoft до этого действовала политика следующая. отделы были там по 10 человек, например, 10-12. Оценивались они следующим образом. Каждый человек получал от менеджера какую-то оценку своей работы. Соответственно, они ранжировались, вот эти 12 человек, они там были в списке отсортированы. Первые двое получали крутые премии, потом там 8 ничего не получали, двух последних увольняли. В таком духе или там переводили интересные проекты или еще что-то. То есть, чтобы и как бы не только менеджер решал, там были определенные критерии, которым нужно было соответствовать. Соответственно, люди вместо того, чтобы фокусироваться на том, чтобы решать проблемы какие-то, или решать задачи, создавать что-то, они фокусировались на том, как бы им не дали пинок под зад. И это привело к дичайшему снижению производительности, эффективности. И вот компания, когда Microsoft задумалась об этом, это отменили, и они начали вводить такие вещи, как коучинг, оценка 360, если вы знаете. Оценка 360, это когда в небольшом коллективе, в группе, каждый оценивает друг друга. Только я видел примеры применения в нашей реальности, они были неудачны. То есть нам пришли HR и сказали оцените друг друга. Причем так сказали, что как будто если неправильно оценишь, так человека будут вешать на крест. А на самом деле это очень здорово. И хороший опросник вот в этом 360 может очень хорошо способствовать развитию личностного людей и команды в целом. Мы получаем набор того, что каждый считает нужно, например, улучшить друг друга или где у кого какие слабые стороны. Человек, который получает обратную связь, он рассматривает это действительно как возможность и информацию, куда ему стоит расти, а не как список того, за что его будут бить по голове. Вот это очень важно. Когда человек чувствует себя в безопасности, он способен развиваться и раскрывать свои таланты. Поэтому компании уходят от этого. Уходят от каких-то неправильных KPI, которые меряются какими-то глупостями. И приходят к тому, что в идеале получить от человека максимальную производительность. Каждый из нас сядет и решит задачу за разное время, одинаковую задачу, напишет разного качества код и так далее. Другой задачи все обратно поменяются. Замерить и сделать это таким очень понятным и точным крайне сложно. Особенно в программировании, где сложным программированием, где нужно изобретать. Если какие-то простые вещи, например, есть поточная верстка, когда люди делают стандартные проекты. То есть даже верстка может быть сложной, я не хочу кинуть камень в чей-то огород. Если есть стандартные задачи, можно как-то примерно понять свою пропускную способность, сколько каждый может делать каких-то администитных задач. Когда задача не однотипная, нужно просто получить от человека максимум, для этого создав ему хорошие условия, поняв, что он понял, что от него требуется. Много компаний левеют этот подход. Может вы слышали про 37 сигналов, которые сделали Basecamp? И DHH, который в определенных кругах. вы еще как? Не спите? Нет, не спите. Тут осталось не сильно много. Давайте маленький interaction. Смотрите, вот мы с вами коммуницируем. Это может быть обычный чат текстовый, когда мы не видим друг друга. это может быть мобильный звонок по телефону, когда мы слышим друг друга, слышим тон голоса. И это может быть, например, Skype видео или следующий уровень живая беседа. Давайте рассмотрим живую беседу. Как вы думаете, сколько процентов несет в себе информация, то есть вот человек оценивает какой-то кусочек информации в диалоге. Сколько ему говорит голос, тон голоса и поза. Сколько он из каждого пункта собирает эту общую картинку? Насколько она важна? Сколько она весит в общем информации? Что значит поза? Поза сам? Ну, то есть жесткий миграин. вот я жестикулирую как-то, видно мое лицо, мою мимику видно, потом тон голоса. Я думаю, что те 50 говорят. Если аликут рассказывает одно, а если там Атан пишет это любовь, мне все равно, какие там позы. Давайте в среднем. пример тона поза 70 поза 70 давайте эти триплеты в 30 30 30 30 40 30 30 30 40 побольше 30 30 40 40 40 можно его заметить и так уже это все мировые понятия. 0 0 0 20 30 30 30 30 60 30 בט 36 30 30 30 40 40 40 40 40 Жест и мимика играют большую роль, чем то, что человек говорит. Если он говорит таким холмом, он хочет спать. У нас самые свежие булочки. У нас самые свежие булочки! Да, кто это? Это булочки, я их ни за что не буду. Да, кто-то будет тебя слышать, но не слушать. Это уже другое. Под этим есть исследование американских ученых. Я не с потолка. Давай, давай! О, блин! Мы с вами вместе получаем. То есть он снимает сейчас? У тебя есть кто-то, которые не соглашаются с этой статистикой. Интересно. Здесь есть небольшие исключения. Я согласен. Но нам нужно еще почитать, как проводилось исследование и все такое. Я лишь хочу обратить внимание на то, что общаясь, например, в чате, текстом, без того, чтобы вы видели собеседника. Особенно, например, с заказчиком. Вы разговариваете, и на поле какой-то человек, которого вы не знаете. Классно, что вы его слышите. А представьте, это еще и в имейле происходит. Вы даже не слышите его. И он что-то пишет. Из этого что-то пишет, можно развернуть такую драму, которая может быть на самом деле нет. Или человек написал три слова, а он в эти три слова заложил реальную драму. И когда вот эта вещь проявляется с малознакомыми людьми, когда вы еще не вошли в контакт, вы еще не знаете манеру общения, ценности какие-то, базовые убеждения человека, вам по тексту сложно определить какие-то нюансы. У меня даже, например, с друзьями происходят беседы на тему философских вопросов о смысле жизни, или схожие вещи, или кто-то поступил правильно или неправильно. Мы там в Телеграме переписываемся. Я постоянно, я инициатор, я обрубаю разговор и говорю так, давай там приглашайте на чаек, или я заеду и мы с тобой пообщаемся. Потому что текст там это всегда заканчивается жестким срачом. Просто люди, ну мы упираемся в какую-то формулировку, мы считаем, что человек с нами не согласен. Скорее всего, если вы с человеком близки, то вы примерно об одном и том же разными словами. Это еще тоже большая проблема. Софт скиллы помогают это решать. Об одном и том же разными словами. Нужно выяснить до конца позицию, повторить ее, ну там есть куча приемов. В общем, вот такие цифры. На следующем скрине я расскажу, что там летки какие-то. Аннотация, скидка. Реклама аптеки. Значит, тренд такой. На самом деле, когда я вот в этот раз готовился. Прошлый доклад у меня был несколько месяцев назад на эту тему. Когда я готовился, я еще раз там поднял какие-то записи, доклады, анализ. Для нашей отрасли, для IT это менее актуально. Вот. И в целом мир как-то немножко, мне кажется, привык к тому, что напряжение есть. И он проще к нему относится. Но тем не менее, по данным американских, по исследования американцев, уровни стресса все равно высокие. Они выше, чем должны быть. Вот. И какие-то вещи там, коллега какую-то шуточку отпустил в ваш адрес. Или, не знаю, там, на ногу наступили в метро. Или, там, я был недавно в банке, и какой-то чувак там очень ругался, а потом выбежал. Ну, я не знаю, как себя чувствуют люди, которые работают и обслуживают таких людей. Если у них несколько людей в день таких, то это очень стрессовая работа. И есть реально стрессовая работа. Поэтому роботизация? Ну, давай. Роботизация. Не роботизация, а soft skills. То есть, чтобы адекватно воспринимать этих людей, чтобы уметь с ними находить общий язык, нужно быть осознанным. Нужно уметь себя контролировать. И, естественно... Роботизация. Роботизация, у нас справляется. Да. А, значит, не матч. Да. Ключ на матч. Поэтому, вот, конкретно по этому слайду, когда вас накрывает, вы видите, что вас поджало. Разберитесь с причинами, попытайтесь поговорить с людьми, которые могут вызывать это. Или посмотреть на свой режим. Если он вас не устраивает, то подумайте, как вы его можете поменять. Потому что, если вы свалитесь в какую-то яму, типа там депрессии или еще чего-то, оттуда сложно убираться. Я говорю, просто я это на практике проходил. Ну, это достаточно такой болезненный процесс. И там есть куча, куча нюансов. Ну, мы, короче, дошли до конца. Так. А что же почитать? По Emotional Intelligence. Вот. Дяди... Дяди Дэниела. Дяди Дэниела. Это книга Emotional Intelligence. Вторая книга, я ее всем советую. Это просто такой foundation. Основы аллебры. Это початки анализа, что-то в этом духе. Это надо реально прочитать. Вы его будете применять, не будете применять. Книга офигенная просто. В прошлый раз я только о каких-то принципах из нее рассказывал. Она реально упрощает жизнь. А вот эта штука, она перевернула мое мировоззрение. Я посмотрел на свою жизнь с другой стороны. The Power of Now. Экхард Толли. Это книга о том, как быть здесь и сейчас. Это очень простое изречение здесь и сейчас. Но его нереально достичь. Ну, там, на сто процентов это может какой-то буддистский монах, которого никто не трогает, где-то в горах сидит. Попробуйте в городе, в мегаполисе. Ну, в Киеве там еще мегаполисе. В каком-нибудь Нью-Йорке. Где вы выходите на улицу, у вас толпа смосят по пути на работу. Это нужно как-то практиковать. Я не говорю сейчас про какие-то медитации или еще что-то. У меня, кстати, не помогли. То есть это такая, вроде, базовая вещь, что вы каждый день просто пять минут утром думаете о своем дыхании. Это помогает вам не сбиваться с того, в чем вы находитесь. Потому что мысли — это просто набор всякого хлама, который крутится. Важный, неважный. Сложно удержать внимание на том, что происходит. Поэтому книга реально помогает с этим. А последняя ссылка — это Bitly Willpower is Dead. Там будет ссылка, ну, по Bitly перейдете ссылки, и оно отправит вас на саму статью о том, что силы воли нет. И котики. Спасибо. Может, есть вопросы? А теперь анекдот. Блин, я не подготовил. У меня был, кстати, вопрос. Там что-то было про 37 сигналов. Сигналов? Да. Что это такое? 37 сигналов? Это компания... Это был один сигнал. Это компания, которая была основана... Как его зовут? Дэвид Хайнемайер Хэнсон, по-моему. DHH. Это создатель фреймворка Rails. У них есть софт, называется Basecamp. Это такой огромный SaaS для таск-менеджмента. И, не знаю, половина small business в Америке пользуются этой системой. И они заработали... Они были аутсорсерами, перепали сайты, а потом сделали вот это, стали крутыми хипстерами, работают по 4 дня в неделю и так далее. Ну, короче, они немного оторваны от реальности на самом деле, но они классные. Потому что они пытаются людям показать, что вот так вот можно жить, и это здорово. Не нужно умирать на работе, не нужно делать всякую хрень. Сделайте что-то valuable, доведите его до совершенства, и пускай люди этим пользуются. Ну, такой вот... Типа слоган небольшой. И... Кто-то из них еще... Еще один сооснователь, я его читаю в Medium, и он классные вещи пишет о жизни. Вот, что нужно быть проще. И на самом деле нужно быть проще. Потому что вот... Есть такая мысль, что любой страх – это страх смерти. То есть, если вы боитесь, например, увольнения, или боитесь, что вас кто-то там в подворотне там ограбит, или еще что-то... Все это можно довести логически к страху смерти. Что вот... Вы потеряете работу, не будет на что жить, там придется, не знаю, где-то там перебиваться. В общем, можно все это довести до страха смерти. Но... Парадокс. Мы-то все умрем. То есть... Жизнь конечна. Но почему-то мы этого боимся. Если с этим страхом разобраться, все остальные страхи, они бессмысленны. Потому что, ну, как бы, смерть все равно наступит. Ну, тогда... Я не проехал. Больная не съедет. Потому что она наступит раньше. На восемьдесят часов. Это... Ну... В любом случае... Ну, у тебя есть, наверное, какие-то планы, которые ты хочешь... Успеть. Успеть. Ты боишься их не успеть, да? Но если ты их не успеешь, чем-то изменится. Потому что... Через тысячу лет... А твоих планов никто не узнает. Понимаешь? Через десять тысяч никто не узнает, что стало тебе. Я же для этого эти планы строил не должен, чтобы никто-то знал через тысячу лет. Тебе это важно, да? Ну, смотри... Как бы... Если... Если гипотетически ты там умрешь раньше, но... А как ты будешь... Ну, что после этого? Ну, умер ты раньше, но не успел ты. И что? Ну, как бы что произошло? Слышишь? Ничего. А если бы я не умер, то было бы что-то хорошее. Да, но у тебя уже нет терпения. Ну, если бы... А сейчас ты не мухин, поэтому сейчас мне страх. Так, страх смерти такой, ты умер, и все. А страх боли это гораздо хуже, потому что боли это дискомфорт. А ты помер, и тебе уже не больно. Поэтому, где бы ты не боялся смерти, если бы подумать о страхе больше. Активные слицы! 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 Я очень, на самом деле, люблю такие разговоры, потому что в них можно докопаться до проблем и решить их. Вечность на каких-то проблемах, которые мешают... Активные слицы! Страх страдать? Страх смерти? Страх смерти? Пока нет. Когда рождаются дети, то страх смерти своей, ну вообще, он пропадает нахуй. И ты начинаешь бояться, что будет, когда меня не будет, ну вот, ты же не боялся. Вот, да, действительно, точно. То есть, когда у тебя есть семья, то твоя жизнь тебе не приближит. Ты не боишься уже с тобой. Понимаешь? Это можно тоже закрутить тогда. Да? Может искусственно, но может. У вас же даже есть семья, а у вас есть семья, а у вас там семья тоже есть. Я не знаю. Ну, это тема отдельная. Отдельный лоток. Где котик будет перевёрнут. Нерасчёт. Тематически. Котики перевёрнуты, когда они кайфуют, когда их по пути почувствуют. Значит, и злой будет. Окей. Да. Короче, ходите и... 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 Окей. Всем большое спасибо. Спасибо. А эту запись можно быстро скачать? Да. Ну, и на YouTube займём. Ну, и на YouTube займём. Ну, и на YouTube займём. Класс. В смысле? Да нет. Спасибо большое. Ну, и на YouTube. Ну, и на YouTube. Ну, и на YouTube. Субтитры сделал. Ну, и на YouTube. Ну, и на YouTube. Подписывайся. Ну, и на YouTube. Да... Да, да. Ну, и на YouTube. Мы попробовали с ребятами, когда это вещи такие? Я понял, что я... Я психотипра. То есть... Вот это... Не, не... У меня просто психологически к этому... Мне очень интересно брать что-то готовое, ходить в комплекте туда, сжать это, помогать людям организоваться какую-то цельную структуру. В бизнесе тебе нужно жарить вперед, видеть вот этот крестик. Мне прикольно, когда кто-то пришел и нарисовал крестик. Я вижу крестик прикольный. Давай, бизнес, давай. Я определил это, и у меня нет никакого стыда, что я пошел и бил себя в грудь, что-то офигенное. И тут такой, блин, надо идти в тайм опять. Там непонятно все. Ну блин, зато я здесь как рыба в воде, я понимаю, что это мое. Может я куда-то еще пойму, в плане какого-то бизнеса. Я пощупал. Я думал бы. Я не сказал, я думал бы. Но у меня был этот оффер, я решила. Понятно. Почему я тебе рассказал про дегдата? Дегдата, потому что она не бывает. Я не знаю, в кого нас. В смысле.